приветствуем наших подписчиков и гостей канала эзотерика для тебя друзья мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке сегодня в этом видео мы с вами поделимся определенными советами рекомендациями моментами которые помогут вам жить в своей жизнью в изобилии достатке и благополучия обязательно просмотрите это видео до конца девочки и мальчики очень важная и ценная для вас информация вы знаете каждый из нас мечтает сделать так чтобы жизнь была удачной успешной а вот различные беды и проблемы никогда не напоминали о себе и мы для этого много работаем мы стараемся создать правильно энергетическую атмосферу и для этого обязательно нужно научиться управлять энергиями которая окружает каждого человека ведь только такие знания и способны принести желаемый результат и помочь установить крепкую связь со вселенной поэтому девочки и мальчики прямо сейчас в комментариях к этому видео напишите я привлекаю в свою жизнь и напишите то что для вас важно это может быть деньги это может быть поездка это может быть встреча вашей второй половинки и так далее после этого напишите истина да будет так но конечно же немаловажным является это что человек который этим занимается должен понимать что для него все-таки является важным выбирать только свой жизненный путь ни за кем ничего не повторять да это сложно никому не завидовать прикладывать усилия на работе а также помогать окружающим людям и вы знаете если все это кажется не так уж и сложно но этот период может затянуться на некоторое время и многие люди считают что у них ничего не получается из-за того к чему они стремились и бросают начатое дело к сожалению на полпути соответственно не научившись управлять энергиями не утратив еще они окрепшую связь со вселенной которая начала постепенно устанавливаться поэтому если вы решили что желаете жить удачной изобильной прекрасной интересной жизнью и начав совершать какие-то шаги в нужном направлении ни при каких условиях пожалуйста не прекращайте это делать почему дело в том что негатив который витает вокруг вас посылы которые отправляют даже ваши близкие родственники может подталкивать к сожалению вас каким-то неправильным выводом и будут сбивать вас с пути а удача эта энергия которая в большинстве случаев приходит в каковка с какой-то энергия в паре например с энергией любви с энергией успеха и так далее у людей которых которых окружает удача в жизни все получается с большой легкостью дела за которые они берутся в основном заканчиваются нужным результатом а также во всех сферах жизни данного человека все получается и идет хорошо получается создать хорошую стремительную карьеру найти быстро любовь всей своей жизни которая будет души нечаять в таком человеке отношения будут любящими наполненными взаимоуважением также такой человек сможет и купить жилье о котором он мечтал почему потому что он поставит цель и будет следовать своей цели а удача уже будут с ним и идти нога в ногу таких людях говорят часто что они ухватили удачу за хвост а также что удача выбрала их в любимчики так как увидела что в них что то есть чего нет в других людях удачу можно и привлечь с помощью ритуалов практик но помните когда вы это делаете вам нужно иметь чистое сердце так как после того как она придет ее еще нужно суметь и удержать а это под силу уже не всем людям а только тем кто имеет сильное биополе и готов творить добро для которого важны счастливые глаза близких людей а порой даже тех кого они даже практически не знают но часто люди и сами не готовы принимать удачу в свою жизнь они привлекают и и проводят для этого различные ритуалы обряды а затем начинает постоянно переживать о том что удача уйдет что ее кто-то отберет притягивая такими негативными мыслями ненужной энергии которые в результате и перекроет канал через которых вашу жизнь приходила неудача такое мышление очень неправильная и от него нужно сразу же избавляться если удача пришла вы должны получать от этого только удовольствие менять с ее помощью все то что ранее вас огорчало достигать того что не могли достичь без ее участие при этом благодарить ее за то что она есть у вас и только так тогда ваша связь будет становиться более крепкой а удача будет приумножаться так как начнет ощущать что с ее появлением у вас ваша жизнь кардинально изменилась и стала более успешной и удачной что вы знаете теперь как правильно жить и смогли выбрать нужный путь не нужно думать о том что вы будете делать без удачи от вас уйдет думайте как делать чтобы она осталась например станьте добрее чем были ранее мыслите позитивнее делайте то что считаете правильным прислушиваясь к интуиции и к энергиям которые будут поступать вашу жизнь вместе с удачей на данном этапе и она не уйдет сама по себе а вот вы ее можете отпугнуть с легкостью не стоит забывать о том что удача любит уверенных в себе людей поэтому уделите этому больше внимания бывает еще один случай когда удача может уйти из вашей жизни это когда ваше энергетическое поле по какой-то причине ослабло вы не провели очищающий ритуал а возле вас находится завистливый человек который знал как отобрать у вас удачу чтобы ваша жизнь испортилась также удачи не любят людей которые хвастаются много говорят о том что стоило держать бы в секрете как же уберечься от завистливых людей а также что же не стоит говорить чтобы не лишиться удачи а затем не жалеть о том что вы поступили неправильно итак друзья запомните раз и навсегда не стоит делиться своими планами на будущее а вот если вы сами зададите себе очень простой вопрос а для чего я это делаю ответы на самом деле вас не порадует ведь делаете в это для того чтобы получить чье-то одобрение а для чего вам это нужно если вы живете своей собственной жизнью и как никто другой знаете что вам нужно для того чтобы она была счастливой второй ответ который у вас получится это то что вы хотите чтобы вас от ваших планов отговаривали а значит это что вы не уверены в том что вам нужно не стоит этого соответственно и начинает так как ничего хорошего не получится уже изначально ведь вы не знаете какой дорогой вам нужно идти третий ответ это то что вы желаете похвастаться перед кем-то тем чтобы осуществить и свои задуманные планы и вашу жизнь станет еще лучше чем она есть на данном жизненном этапе но огорчу вас и такого также никогда не будет она станет хуже но никак не лучше вселенная преподаст вам урок который покажет что хвастаться некрасиво и за сказанных слов результат будет полностью противоположный если вы во время рассказа еще и приукрасить ожидаемые события вы собрете то в конечном итоге потеряете еще больше чем собирались получить а удача надолго уйдет из вашей жизни и вернуть вам ее не получится также если вы в свои планы вы посвятите не чистосердечного человека которого принимаете за своего друга то он мысленно обязательно отправит вам разрушительный посыл который сглазит вашу удачу когда у вас ничего не получится будет радоваться этому чем хуже будет ваш провал тем лучше его настроение и ощущение счастья есть и люди которые желают вам зла а какие такими разговорами вы подтолкнете их к действиям и они узнав ваши слабые места принесут вред сконцентрировавшись на том что не только нарушит ваши планы но и ваше биополе а также окружит вас негативом который наполнит вашу жизнь чередой неприятности поэтому не стоит рисковать там где этого не требуется решив что-то сделать сделайте близкие люди сами будут находиться возле вас и увидят то к чему вы стремитесь поддержат вас мысленно подпитал вас нужными энергиями а те кто не желают вам добра и мечтают чтобы удача отвернулась от вас не смогут причинить вам вред и помешать в задуманных планах так как знают уже о них постфактум и будут уже бессильны также не стоит никогда вести свои разговоры о своем же здоровье и о здоровье близких вам людей эта тема должна быть под табу если со здоровьем на данном этапе не все хорошо такими рассказами вы порадуете злых и завистливых людей они в этот момент излучая негатив отправят его что еще больше повлияет на здоровье а если со здоровьем все хорошо они позавидовав могут отправить разрушительный негатив который нарушит энергетическое поле ослабить человека он притянет неприятности они наполнят его жизни предвиденными проблемами а также недомоганием и депрессией поэтому тема здоровья должна быть вашей жизни под секретом чем меньше окружающие люди об этом знают тем лучше у вас все будет складываться если вам задают вопросы например как же твое здоровье или как чувствует себя ваши близкие вам нужно отвечать уклончиво например нормально слава богу так вы и на вопрос ответить и в то что у вас не происходит в семье человека не посвятите но а близкие родные люди и так знают как у вас дела и как кто себя чувствует ведь постоянно находится возле вас и все видит своими глазами не стоит рассказывать о том когда собираетесь совершить какую-то покупку ну например покупку машины и квартиры какой-то дорогой бытовой техники почему так как преждевременный рассказ может развернуть вашу жизнь так что вы ничего не сможете приобрести даже если у вас это и получится то счастье вы не испытаете машина быстро станет неисправной в квартире не будет ощущаться счастья вместо того постоянно происходить что-то неприятное от сильной зависти может произойти даже пожар ну а техника может поломаться так что ремонту будут не подлежать и вместо приятных эмоций вы будете испытывать нервозность пока менять ее на другую вы такие поступки совершаете для себя и для своей семьи поэтому не стоит вам выставлять их на показ недаром от наших предков к нам пришла пословица чем меньше люди со стороны знают о нашей жизни тем лучше и успешнее она складывается а светлой энергии в ней сохраняются если вы идете по какому-то важному делу и по дороге встречаете какого-то знакомого человека и он вам задает такой вопрос куда ты направляешься вот здесь не стоит ему рассказывать куда именно вы идете и что собираетесь делать так как у вас данное дело уже не задастся а вы только притянете различного рода неприятности которые обязательно нарушат все планы даже есть еще несколько минут назад вы считали что у вас все под контролем и продумано до мелочей а если на вашем пути встретиться еще изглазливый человек то ваши планы не осуществляться вообще никогда так как бы вы не старались и какой бы подход к возникшей ситуации не находили поэтому лучше ответить да по делам иду или же туда и махнуть рукой в любую сторону если вы знаете что такой вопрос задает человек который не чистосердечен вам нужно еще про себя сказать следующую фразу я твои помыслы знаю но стену не видение перед тобой выставляю проговорив скрестите пальцы на левой руке но ничего этому человеку по делу не рассказывайте поговорите о погоде моде о настроении отправляйтесь по своим делам и ни о чем не переживайте у вас обязательно все получится как вы и запланировали а защита от негатива излучаемого данным человеком обязательно вас убережет если же у вас намечает смена жизненного этапа поиск новой работы поездка в дальнее путешествие отношения с вашей второй половинкой и так далее и так далее не стоит строить пошаговые планы начните совершать шаги выберите направление а там следуйте за энергиями которые будут показывать вам в каком направлении вам стоит идти или где сворачивать отпустите ситуацию и доверьтесь помощи вселенной иначе если вы возьметесь до мелочей продумывать все наперед из этого также ничего не выйдет с людьми также если вам предстоит серьезный разговор отправляйтесь спокойной душой навстречу не думайте ни о чем отпустите мысли а когда придете дайте человеку первому заговорить а дальше делаете то что подскажет вам интуиция и у вас все получится самым наилучшим образом для вас и закончится так как должно закончиться никак иначе от наших предкам по этому поводу нам досталось пословица которая звучит следующим образом человек планирует а бог планы корректирует прислушиваясь к ней вы не будете расстраиваться а научитесь воспринимать как должное когда что-то будет немного отклоняться от плана ведь как ни крути важен только конечный результат когда задуманное осуществиться в такой ситуации вы испытаете радость и положительные эмоции которые приумножат ваши светлые энергии они растеряете их из-за того что расстроитесь что-то например вышло не по-вашему для того чтобы ваша жизнь была удачной счастливой наполненной изобилия держите вашу жизнь в секрете живите для себя и своих родных не стоит многим людям знать о том когда где и что у вас происходит стараясь посвятить многих свои планы вы порой со стороны можете выглядеть даже смешно ведь по факту никому на самом деле не нужна ваша жизнь кроме тех людей которые живут с вами под одной крышей но и они и так все о вас знают такими по сутоками вы сами нечистосердечным людям указывайте на то где у вас слабые места также принимаете негативные энергии которые вам отправляют все кто наблюдает за тем как вы живете не забывайте что удача и счастья любят тишину друзья мы надеемся что наши советы и наши рекомендации вам помогают жизни сами как всегда был канал зато река для тебя друзья обязательно подписывайтесь наш канал за наставьте лайк этому видео обязательно поделитесь этим видео с теми кого вы любите кого вы цените кому вы желаете мира любви и гармонии но прямо сейчас на экране за увидите два всплывающих окна это следующие рекомендованные видео для вас нажимайте на то виде которого на интуитивном уровне понравилось больше и смотрите друзья всех вам мыслимых и немыслимых благ услышимся с вами уже буквально в следующем видео